Я начну свой доклад с вопроса традиционного. По вашему клиническому опыту, какой доли ваших пациентов с метастатическим колоректальным раком возможно применение не менее трёх линий терапии? Вот какой процент вы выберете? Это 10%, 11%, 20%, 30%, половина, больше половины? Я, правда, не знаю, у меня какого-то докладчика, по-моему, не было возможности голосовать. Вы можете и могли бы зарегистрироваться и увидели бы возможность голосования. Просто вот вы, когда вы сейчас прочитаете доклад, можете это сделать, пройти по ссылке и зарегистрироваться. Я бы не сделала, почему-то у меня всё равно нет. Спасибо большое за ответы. Но мы видим, что они разнятся. Наверное, действительно, в каждом центре есть свой опыт и своя частота применения большого количества линий лечения у пациентов с метастатическим колоректальным раком. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, данные международных исследований, метаанализов. Я привожу данные пациента. Следующий слайд. Можно сразу пролистать, да, там анимация начинается. Поэтому привожу данные наших коллег из США, которые говорят, что треть наших пациентов с колоректальным раком должны и могут получать не менее трёх линий лечения. Следующий слайд, пожалуйста. И, собственно говоря, с чем это обусловлено? С тем, что с увеличением количества линий терапии, безусловно, увеличивается и выживаемость наших пациентов. Они живут более долго. Следующий слайд. Инна Владимировна уже сказала, да, что о том, что наши пациенты должны получать все возможные активные препараты, зарегистрированные, потому что применение всех препаратов увеличивает продолжительность жизни пациентов. Но встает один вопрос, да, какой должна быть всё-таки последовательность этого применения при назначении уже второй, третий последующих линий. Следующий слайд. Следующий слайд, да. И уже, как бы, имея предлеченного пациента у нас, да, то стратегия выбора второй, третий последующих линий, она, мне кажется, базируется вот на таких четырёх подходах. Мы можем применять реинтродукцию, да, это повторное применение уже применявшихся ранее в линии схем химиотерапии, которые, по прекращению которой, у пациента было связано не с прогрессированием заболевания, а, допустим, с тем, что у него была какая-то кумулятивная токсичность, ли пациенту были даны химиотерапевтические каникулы. У нас есть речеллендж, это повторное применение уже применявшихся такая схема химиотерапии или таргетной терапии, но если на этой схеме у пациента в прошлом была зарегистрирована прогрессия. Рет-ритвенд – это тоже использование схемы терапии в рамках уже применяющегося класса препаратов, тоже, на которой произошло прогрессивное заболевание, да, это, например, продолжение антиангиогенной терапии при прогрессировании на ней в первой же линии. Ну и, собственно говоря, первое назначение препаратов – это назначение тех препаратов, которые зарегистрированы Только для второй, только для третьей линии, только для 3-плюс линии при колоректальном раке. Все четыре стратегии должны нами использоваться. Следующий слайд. Ну вот пример, да, первой стратегии, стратегия ретритмента. Мы все прекрасно знаем, да, что если пациент получал в первой линии антиангиогенную терапию, то при планировании второй линии ее лучше продолжить, потому что результаты лечения у тех пациентов, которому терапия поменялась на анти-GFR-терапию, она чуть хуже. Почему-то препараты анти-GFR, они хуже работают при применении первой линии антиангиогенной терапии. И у нас есть исследование с бивоцезумабом, которое показывает, что если у пациента произошло прогрессирование, мы можем поменять схему химиотерапии, а в бивоцезумаб поставить. У нас есть два препарата, зарегистрированных для второй линии терапии, тоже антиангиогенным действием. Это рамоцерумаб, это флиберцеп. И в этих исследованиях тоже было показано, что если мы меняем химиотерапию, но оставляем тот же подход, ретритмент, продолжение антиангиогенной терапии, то это у пациента с колоректальным раком работает и может применяться. Следующий слайд, пожалуйста. Реинтродукция, да, это повторение того же режима химиотерапии, который был у пациента ранее, и мы этим очень активно пользуемся, да, при пациентах уже в третьей, в четвертой линии, в последующих линиях терапии. Мы знаем, что если у пациента был режим, который привел контроль у заболевания, и если прошло более чем 6 месяцев от его первичного применения, даже если у него было прогрессирование потом, то мы можем к этому режиму вернуться, эти исследования в оптимокс-1 и оптимокс-2 для оксалиплотины, для рентекана были показаны, поэтому, конечно, мы у наших пациентов иногда и дважды, и трижды возвращаемся к его стандартной терапии по схеме полфокс или полфирия. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и речеллендж, да, это повторное использование либо таргетотерапии, либо химиотерапии. Собственно говоря, биологически этот метод терапии очень обоснован, потому что у нас на первичном процессе первичного лечения происходит, конечно же, селекция опухолевых клонов. Опухоль у нас поликлональный, гетерогенный. Мы знаем, да, что если мы подавили тот самый чувствительный клон опухоли, то растет резистентный клон. И если мы сделали какой-то перерыв, либо другую терапию пациента, то в последующем мы можем добиться того, что тот клон, который был чувствителен, он снова будет доминантным в опухоли, драйверным, и мы повторным применением моноканального антитела можем добиться его повторной эффективности. Следующий слайд. И это было показано, собственно говоря, на примере анти-GFR терапии. Если мы возьмем два исследования по первой линии, да, Prime и Peak, где пациентам в первой линии использовался анти-GFR по N2MAP препарат, по следующему пациентам было прогрессирование, они получали вторую линию терапию, и после прогрессирования на второй линию терапии. И некоторым из них, а именно, да, из двух исследований, практически 70 пациентам в третьей линии был применен повторно по N2MAP, следующий слайд. И такой вот режим речелленджа, да, то есть повторное применение таргетного препарата, посмотрите, насколько был эффективен, да. И такая медиана общей выживаемости, она говорит о том, что повторное назначение анти-GFR терапии это достаточно жизнеспособная стратегия для поздних линиях у всех наших пациентов с диким типом керазиена. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, собственно говоря, да, впервые назначено лечение в третьей линии, да, это, наверное, то, к чему прибегает большинство онкологов и клинических онкологов в том числе. Если мы берем третью линию, то для этих пациентов у нас есть зарегистрированный препарат, триграфенип ингибитор мультикиназный, который влияет на онкогенез, на микрокружение, на ангиогенез, мы его все хорошо уже знаем. Следующий слайд, пожалуйста. Он был уже широко исследован, да, у нас есть регистрационные исследования третьей фазы, но помимо того, что у нас есть регистрационные исследования, у нас уже есть, конечно, данные реальной клинической практики, то есть этот препарат мы уже довольно давно имеем в своем рутинном применении ежедневном. Следующий слайд, пожалуйста. Эти исследования нам показывают, что применение лиграфенип у пациента в третьей линии у предлеченных пациентов может приводить к увеличению времени медианной общевойживаемости до 8 месяцев, и чем раньше мы его назначим, да, не оставляя до 5-6 линии, как это мы часто делаем, тем лучше, наверное, будет для нашего пациента. Следующий слайд, пожалуйста. Потому что, используя вот эту вот стратегию, которую я уже помянула, да, мы проводим индукционную терапию, первую линию, которая наиболее эффективна у наших пациентов, потом мы ему даем либо поддерживающую терапию, либо наблюдаем его, даем ему химиотерапевтические каникулы, потом мы проводим реинтродукцию, но потом все равно встает вопрос о том, что если пациент прогрессирует, то назначение уже третьей линии. Как правило, наши пациенты, если они получали поддерживающую терапию, реинтродукцию, они, как правило, уже немного истощены, их костный мозг уже истощен химиопрепаратами, у них преобладают явления энтропении, тромбоцитопении, и так, в случае, в назначение ригерафениба может, собственно говоря, дать возможность отдохнуть пациенту от токсического действия цитостатиков с последующим эффективным их использованием в дальнейшем в 4-й, в 5-й, в 6-й линии лечения. Следующий слайд, пожалуйста. Побочные эффекты ригерафениба, нежелательные явления, они нам тоже уже хорошо изучены, в основном проблема представляет собой диарея, душно-подошвенный синдром и гипертензия, и, собственно говоря, что нового в лечении на поздних линиях в том, что у нас появилось новое исследование РИДОС для ригерафениба, которое нам говорит о том, что мы можем назначать не сразу стандартную дозу 160 мг в сутки, а мы можем пациенту назначать ступенчато, увеличивая дозу, например, 80 мг в сутки в течение первой недели, 120 мг в течение второй недели, таким образом наращивая дозу пациентов, доза регистрированной 160 мг в сутки. Следующий слайд. И такой вот подход, да, РИДОС, такой подход на растающие дозы, такое гибкое дозирование, оно приводит, в принципе, к контролю тех нежелательных явлений, которые мы имеем, и большая часть доли наших пациентов может получать и третий цикл, и больше циклов терапии ригерафенибом. Следующий слайд. Это, конечно, приводит к тому, что пациенты долго получают эту терапию, продолжительность жизни их увеличивается, и это, собственно говоря, конечно, очень важный такой полезный инструмент на значение ригерафениба уже в третьей линии. Следующий слайд. Влияет ли это на эффективность? Да, можно предположить, что если мы назначаем сразу препарат максимально переносимой эффективной дозы, то это может, наши пациенты могут потерять переносимости, ну, на самом деле, вот результатов этого исследования РИДОС, которое говорит нам о том, что если у нас пациент находился на повышающей дозе, то это, собственно говоря, никаким образом не уменьшает медиану общей выживаемости, а его медиану общей выживаемости, она даже несколько увеличивается, да, наверное, за счет того, что у этого пациента более длительное лечение, более большая приверженность пациента к терапии таким вот гибким дозированием. Следующий слайд, пожалуйста. Другое интересное, да, тоже исследование, которое тоже было опубликовано только в 2019 году, которое нам говорит о том, что если мы примем такую таксику, да, индукционную терапию с последующим прогрессированием, применением второй линии, в третью линию выберем риграфениб, то назначение риграфениба до цитоксимаба, до речелленджа гораздо более эффективно, чем мы применим сначала речеллендж цитоксимаба, допустим, а потом назначим ему уже риграфениб. То есть риграфениб может быть тем самым мостиком между линией химиотерапии, который может возвращать чувствительность опухолевых клеток к тому первоначальному лечению, которое было у пациента. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, помимо того, что у нас есть зарегистрированный риграфениб, да, в скором будущем у нас уже будет зарегистрировано еще один препарат для пациентов с третьей линией терапии, это трифлоридин-типеросыл, это препарат, который очень похож на 5-тороперамидину, но все-таки есть у него некоторые структурные отличия, это нуклеозит на основе тимедина, и здесь у нас используется трифлорметильная группа вместо метильной группы в позиции С5, но в данный момент препарат не зарегистрирован, опять-таки я нацентирую внимание. Следующий слайд. И механизм его действия, он таков, что вот такой вот комбинированный состав препарата, а именно наличие тимперацила, он позволяет не разрушать тимединфосфорилазой, действующее вещество, которое проникает внутрь клетки, приводит к ее фосфорилированию, встраиванию ДНК и предотвращению пролиферации клеток, тем самым обеспечивая противоопухолевую активность препарата. Следующий слайд, пожалуйста. У нас также есть исследование, адомизированное, которое показывает эффективность этого препарата в третьей линии по сравнению с плацебо. Мы видим, что, конечно, процент пациентов, которые переживают год в третьей линии, это 30% довольно хороший результат этого исследования. Следующий слайд. И у нас есть исследование, которое было сравнительным, то есть сравнивались два подхода, что назначить третью линию, либо триклоридин, либо ригарафениб, и та, и та опция зарегистрирована для третьей линии. Следующий слайд, пожалуйста. И результаты были таковы, что на самом деле не имеют никакого значения. Видите, общая выживаемость пациентов никак не меняется, если назначим сначала регуляторин в третьей линии, а потом триклоридин, либо наоборот. Однако было отмечено, что у пациентов более старшей возрастной группы триклоридин-тепероцил будет более эффективен. Но это, наверное, тоже больше связано с тем, что артериальная гипертензия или диарея, которая может сучаствовать на ригарафенибе, представляет большую проблему для пациентов пожилой группы. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, уже об этом сказано, да, что у нас кроме, ну, как нового препарата, который могут быть использованы, это зарегистрированные сейчас препараты иммуно-онкологического профиля, нам осталось только найти того пациента, да, которому мы можем это применить. А найти мы должны, конечно, либо дефицит миссмач-репэр, либо мы должны найти MCI-Хай, и у нас зарегистрированы, видите, да, что пембролизумаб зарегистрирован для всех пациентов с MCI-Хай, независимо от локализации, а для кишки с MCI-Хай зарегистрированы как Ниваумаб, так и комбинация препаратов. Следующий слайд, пожалуйста. Я суммировала, а, ну, уже об этом было сказано, Татьяна Юрьевна, да, что мы сейчас можем определять двумя методами. Мы, если честно, в основном пользуемся иммуногистохимией, потому что было показано, да, что ПЦР и иммуногистохимия по эффективности это сравнивые методы, да, если мы можем иммуногистохимически подтвердить все четыре белка, то есть отсутствие признаков дефицита репарации, то у больного будет микросистеллитно-стабильный тип, а если у него есть какой-то дефицит одного из белков, то это, собственно говоря, выявленный дефицит системы репарации или, как ПЦР определенная, высокомикросистеллитная нестабильность. Следующий слайд. У этого пациента мы можем на сегодняшний день назначили как монотерапию антипеди-1, да, у нас есть неволумап и пембролизумап, и мы знаем, что время до прогрессирования, что 12 месяцев у нас без прогрессирования проживут 30 процентов, а общая выживаемость 12-месячная составит 70 процентов, но довольно высокие цифры. Ну и, конечно, по аналогии, да, с лечением меланомы, мы знаем, что комбинация всегда более эффективна, и здесь вы увидите, да, что здесь такая обратная комбинация, это низкодозный пилимумап с неболумапом 3 миллиграмм на килограмм, и вы увидите, что такие вот такие потрясающие довольно результаты, да, что 12-месячная выживаемость 85 процентов пациентов. Конечно, высокоэффективное лечение, но, опять-таки, да, осталось только такого пациента найти. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, что нового, да, было на этой конференции ЭСМО, уже об этом было сказано. Новое это в том, что, наконец-таки, мы дождемся, наверное, препарата прямого ингибитора кераз-мутации, да, то, что нам всем очень хочется. 50 процентов наших пациентов кераз-мутированы. Если появится такой вот таргетный препарат, наверное, это будет находкой. У нас есть персионализированная терапия, она, наверное, нам еще недоступна, да, это выявление таких редких мутаций, тех редких событий, которые могут быть, приколоректального рака, которые мы обычно не определяем и на основании выявленных нарушений подбирательную персонализированную терапию. У нас есть, да, оптимизация для пациента с антихердванью, лечением, я об этом чуть-чуть скажу, и очень интересная новая мишень приколоректальном раке, МГМТ. Сейчас тоже об этом на этом остановлюсь чуть-чуть. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, что интересно у нас, да, для выявления фактора гиперспресса или амплификации хердванью приколоректальном раке. В целом это очень редкие пациенты, 2-3%. Ну, посмотрите, да, что с увеличением, особенно с наличием у пациентов рефракторности к антиджифертерапии, процент выявления хердванью, он растет. То есть если у нас есть пациент, который почему-то не реагирует на антиджифертерапию, то надо, наверное, задуматься и определить ему гиперспрессию или амплификации хердванью, может быть, она будет положительная. А у тех пациентов, у которых помимо дикого типа РАС, еще дикий тип БИРАВ и ПИКИ-30А, у этих пациентов экспрессия этого фактора, эпидермального фактора роста второго типа достигает 36%, то есть вообще очень большая такая цифра. И у нас есть первое исследование, первое исследование Геракла, которым использовалось тростозумасопотенивом. А я напомню, да, что так же, как по аналогии, нельзя сравнить колоректальный рак с ракомолочной железы, там тростозумаб в модном режиме не работает, работает только двойная блокада, да, перспарат тростозумасопотенивом, то вы видите, да, представлены из исследования этого снимки, что после 8 недель можно добиться довольно хорошего результата. Следующий слайд. Ну и что было нового на этом ЭСМА, опять-таки, да, можно следующий слайд сразу в том, что, конечно же, да, применяются более эффективные двойные блокады. Мы видим исследования с тростозумабом, с пертозумабом, вы видите, какой эффект у пациентов дикого типа, мы видим тростозумаб, стукотенивом, да, эти все опции, наверное, скоро войдут в нашу клиническую практику, этих пациентов мы будем лечить еще эффективнее, чем мы можем лечить их на сегодняшний день. Следующий слайд. Мы уже говорили про бюрохмутантов, да, там, да, анимация тоже. Дело в том, что согласно рекомендациям, которые сейчас я их перечислила, да, мы знаем, что этих пациентов, их нельзя тоже провести аналогию с меланомой, там мы знаем, да, есть бюрохмутация, работает таргетная терапия. Так вот, если есть бюрохмутация при кулуректальном раке, значения одной таргетной терапии антибраф недостаточно. У этих пациентов еще есть и GFR включение рецептора, да, и тем самым активность и GFR рецептора приводит к тому, что бюрохмутантов ингибиторы неэффективны, поэтому у пациентов рассматриваются такие вот триплеты. И у нас в скором будущем вот в исследовании Бекон, да, было зарегистрировано энкарафениб с бенеметенибом, комбинацией вместе с тетуксимабом. Ну, и посмотрите, да, какая тоже хорошая эффективность при применении таких вот триплетов. А данные нашего российского исследования, вот это, да, представлено Монороки было в прошлом году, много центров, которые дали свои данные, говорят нам о том, что все-таки 5% пациентов у нас есть в бюроах мутированных, и эта тактика может применяться у 5% пациентов. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, и вот та самая новая МГМТ-мишень, опять-таки, да, мы проводим аналогию, конечно же, с опухолемистральной нервной системы, там, где показано, что при наличии метилирования промоутера гена МГМТ у них очень эффективный алкилирующий препарат, этимозоламид. И, собственно говоря, да, ну, кто-то вот додумался же посмотреть метилирование гена МГМТ при колоректальном раке у сильно предлеченных пациентов в ананезе 3-4 линии применение при наличии МГМТ-метилированного промоутера этимозоламиды дало нам объективный ответ у дикого типа в 40%, да, ну, это достаточно большой процент эффективности, а общая выживаемость в 8 месяцев у сильно предлеченных больных. Ну, конечно, очень такая перспективное, наверное, направление, и в этом году на АЭСМО тоже были представлены другие исследования, результаты которых мы ожидаем, это исследование КАПТЭМ, да, где, помимо того, что у пациентов с размутированным типом будет исследован капистабин, он будет исследован в режиме с тимозоламидом по сравнению с ФОУФИРи, у нас есть вот исследования тоже второй фазы, которые, например, рефракторных больных к стандартному лечению будет также исследован не только назначением GMT, а еще и присоединение к тимозоламиду к последующему лечению к тембролизумабам при наличии высокомутационной нагрузки. То есть эти исследования интересны, они нам в будущем, наверное, дадут какую-то информацию, но тем не менее, такая вот новая мишень, которая у нас теперь есть, и ее, в принципе, ну, довольно просто определить, может быть, в своей рутинной практике в будущем мы будем это использовать. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и, собственно говоря, клинический случай, да, наша пациентка, которая лечилась в городском онкологическом диспансере, в 2012 году у нее в условиях экстренного стационара была выполнена субтотальная колоктомия, у пациентки было первично множественное заболевание, одна опухоль располагалась в восходящем отделе обыдочной кишки, другая в селезеночном, пациентка оперирована в экстренном стационаре, поэтому ей было, не было выполнено, да, достаточная лимфодисекция поэтому у пациента NX стадия, и, собственно говоря, поэтому она получала одевантную терапию второперимединами, и я уже забегу вперед, у нее, естественно, при назначении в первой линии было исследовано молекулярно-генетическое исследование проведено, она была мутантом, да, по гену Керас, мутация G12-3. Следующий слайд, пожалуйста. В 2012 году первичная операция, практически через 3 года у пациентки прогрессирование в виде образования печени вторичного характера, вы видите, довольно большое образование, я напомню, что у пациентки имеется мутация в гене Керас, поэтому в первой линии был выбран режим полфокс бивоцезумабом, вы видите онкомаркеры, они были у нее значимо повышены. Следующий слайд, пожалуйста. На фоне проводимого лечения мы достигли стабилизации, и пациентка была предложена нашим хирургам для выполнения циторедуктивного вмешательства. Учитывая крупный очаг печени, ей было показано выполнение гипотектомии, и объем левой доли был маленький, поэтому первым этапом пациентке выполнила паротомия и перевязка правой ветвей воротной вены. Следующий слайд, пожалуйста. Вот это здесь также продемонстрировано. Следующий слайд. И после контрольного обследования в динамике у пациентки было доказано, что объем левой доли увеличены, и 18 января 2016 года у пациентки выполнена правосторонняя расширенная геми-гипотектомия. Следующий слайд. Это было в 2016 году. Так выглядит макропрепарат после удаления. При исследовании послеоперационного материала мы видим обширные зоны некроза, что соответствует морфозу третьей степени его опухоли. Следующий слайд. И, собственно говоря, снимки до и после операции. В динамике пациентка, естественно, наблюдалась. Долгое время находилась без прогрессирования. Следующий слайд, пожалуйста. И практически через два года, я напомню, что операция была в январе 2016 года, в декабре 2017 года мы у пациентки диагностируем образование верхней доли правого легкого. Это второе прогрессирование. У пациентки назначается полихимиотерапия второй линии в режиме мы поменяли опять-таки напомню, керосмутация бево-сезумап в первом режиме. Следующий слайд, пожалуйста. Через 4 месяца при достигнутой стабилизации, учитывая то, что это был единичный очаг прогрессирования, естественно, мы пациентку обсудили на мультидисциплинарной комиссии и пациентка была подвергнута в марте месяца расширенной правой верхней лобуктомии с медицинальной лимфоденоктомией. И там мы увидели опять-таки аденокарциному толстокишечного типа. Мы выполнили повторно молекулярно-генетическое исследование, поскольку керосстатус он не меняется, но тем не менее тогда у пациентки не было исследовано биров статуса, все-таки нам морфологи всегда советуют исследовать более свежий материал у пациента, сильно предлеченного, потому что биологические трансформации в опухоли происходят. И мы выполнили повторное исследование. Керосмутация никуда не делась, она осталась. В бирах мутация отрицательная, НРАС мутация отрицательная, но МСИ мы повторно не исследовали, он был отрицательный на первичном исследовании. Следующий слайд, пожалуйста. По следующему пациентке, к сожалению, через более короткий срок, практически через полгода, третье прогрессирование, у пациентки выявлены метастаз пятой ребро, образование в правой почке, образование довольно большое, образование больше 6 сантиметров, мы засомневались на первичной множественности заболевания и подвергли пациентку все-таки после мультисциплинарной дискуссии нефрактомии, получили мы с химическим подтверждением метастаза колоректального рака, ну и, собственно говоря, был довольно тяжелый послеоперационный период, поэтому пациентке назначена терапия третьей линии капсистабина в монорежиме. Следующий слайд. На фоне монорежима через 3 месяца прогрессирование состояние пациентки улучшилось, несмотря на то, что мы видим вот такой вот мягкотканный компонент в области ребра, мелкие очаги в легком и в плевре, и пациентке был назначен ригерофенит в качестве четвертой линии терапии. Следующий слайд. Который пациентка получает и на сегодняшний день, и у него время терапии на четвертой линии составляет уже 8 месяцев. Ну и таким образом, да, использовали последовательно 4 линии лечения, используют и пациентке 30 редуктивных вмешательств. Мы на сегодняшний день имеем общую выживаемость практически приближающуюся к 5 годам у данной пациентки. Ну, дай бог, у нас будет возможность назначить еще и пятую, и шестую линию терапии. Следующий слайд. Ну и, собственно говоря, мне уже хочется аудиторию спросить, что есть следующего, что вы выберете для своего пациента, у которого удовлетворительный статус и КОК при назначении третьей линии. Вы выберете новое назначение ригерофенит, вы выберете наилучшую симптоматическую терапию, потому что считаете неэффективным продолжение лечения. Вы выберете повторное применение более раннего режима с таргетной терапией, либо просто химиотерапией, либо вы будете искать какую-то новую мишень, Бераф, Хердванью, МСА, МГМС для того, чтобы назначить пациенту более перстиллинизированное лечение. Я думаю, что некоторые вещи можно делать одновременно. Можно назначить ригерофенит, поискать дальше новую мишень. Это тоже жизнеспособная тактика. Но, тем не менее, наверное, все опции для пациентов применимы и речеллендж, или ретизм, или ретродукция, и новое назначение терапии. Ну, конечно, я буду надеяться, что все меньше пациентов у нас будет подвергаться наилучшей симптомической терапии, а все больше пациентов будет получать эффективную лекарственную терапию. Спасибо. Продолжение следует...